вот то что произошло в карабахе да там уже год назад это изменило как-то экономическую ситуацию для региона вот для азербайджана потому что ну я два раза после сразу после окончания войны был в карабахе собственно практически во всех районах и летом да уже там через полгода через несколько месяцев и я даже просто невооруженным глазом я видел как что меняется на этих территориях это огромный вызов с одной стороны для азербайджана с другой стороны это конечно очень серьезный стимул для мобилизации что наверное и плюс к этому это и способ привлекать деньги это и способ ослабить давление на бюджет давайте скажем правду беженцы которые жили в окрестностях в баку на пособие они в общем довольно сильно усложняли жизнь правительства в баку я просто видел да как каким-то дома построили они же не работают поскольку там особой работы то не было вот а восстанавливать территорию в общем не секрет что те районы которые были собственно карабахские а вокруг карабаха но это большой карабах не до горный карабах да они соответственно там вот там вообще практически никто не жил после войны то есть там надо восстанавливать инфраструктуру это всегда возможность для экономического роста при этом люди готовы вкладывать деньги инвесторы по банальной причине люди которые живут на неком месте они всегда платят деньги они там за еду за электричество еще то есть неминуемо возникает инфраструктура которая будет приносить доход тем кто ее создает поэтому быстро или медленный но это инструмент ну как бы активизации жизни а и в этом смысле для но мы потом действительно психологически эта вещь очень важно но вообще темпы честно говоря меня впечатлили то есть если еще летом это было где-то в июле по-моему я был в начале августа и мы ехали в шушу по дороге которая стоит там есть можно проехать через блокпосты где стоят миротворцы но это не совсем там со стороны да но там там где российские миротворцы стоят а новую дорогу строят прямо с территории забыл через горы и мы ехали и там вот что шло строительство причем круглосуточно 2 часа ночи мы ехали там просто все горело там этой и и строилась так вот я снимал фильм там в шуши и когда он ко мне вышел у меня там был пассаж туску что должна появиться дорога так вот когда я снял фильм дорога уже появилась каю потом этот аэропорт который я тоже подъезжал и и видел физули физулинский аэропорт который только-только вот вроде бы строился он тоже вот уже там вы когда не слышали чтобы кто-нибудь говорил что азербайджанцы работать не умеет такой даже если не было да то есть вот в этом смысле они 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 много чего могут быстро сделать вот но вот еще раз говорю да в чем вся проблема а есть силы которые очень хотят чтобы там продолжалась война неважно кого с кем а важно чтобы была война ну как разумеется конечной целью является россия ну и иран и в этом смысле там уши соединенных штатов америки все равно где-то торчат они непосредственно в этом не участвуют ну вот а соответственно очень бы хорошо чтобы там начался мир чтобы вот строились города выращивались всякие огурцы и помидоры и прочие разные вещи и я очень рассчитываю что что это получится но сказать это наверняка можно будет только после того как вот завершится тот процесс который я назвал новой ялтой то есть должны быть новые расклады в мире потому что вот но хотя бы потому что великобритания остановиться не может если она сегодня остановится на выпадает мировой политической карты как фигура первой величины что у нас все еще нового